Ребята, всем огромный привет! Добро пожаловать на канал! Ну что, прошло два года с момента покупки Теслы. Сегодня я буду вам честно рассказывать все, что я думаю по поводу этой машины. Стоит ли она своих денег? Буду ли я вообще когда-нибудь еще покупать себе Теслу? Очень все любят эту машину, очень всем нравится Тесла. И очень хочется, чтобы у вас было честное представление о том, какой она может быть. Поэтому погнали смотреть это видео. Особенно смотрите те, кто сейчас будет покупать такую машину. Начну свой рассказ, как принято, с хорошего. А потом потихонечку буду вам сливать все, чем я недовольна. В общем, самое первое, самое главное, это, естественно, автопилот. Вот эта вот возможность ехать без того, чтобы управлять машиной. То есть ты все равно держишь руки на руле, ты все равно смотришь за дорогой. Но ты настолько расслабляешься и отдыхаешь во время дороги. То есть я недавно ездила туда, мне надо было полтора часа, и обратно полтора часа. Я отдыхала, потому что я слушала подкаст. Тесла сама съезжала на нужных поворотах. Мне ни о чем не нужно было беспокоиться. Естественно, да, в какие-то моменты, там, когда я по горам у нас езжу, я беру управление в свои руки. Но вот это огромный показатель того, что у нас есть еще Кадилан. Да, он немножко потяжелее, его потяжелее управлять, но я на нем почти не езжу. Только из-за того, что у него не такой умный автопилот. То есть то, что здесь автопилот невероятный, классный и лучше, чем у кого-либо сейчас на рынке, это вообще no-brainer. Как говорится по-английски, я всегда буду выбирать Теслу, пока не сделают автопилот у других машин такой же классной, несмотря на несомненные огромные минусы этой машины. Если честно, на этом плюсы такие очевидные заканчиваются. Ну, помимо того, что можно сказать, что машина хайповая, она привлекает много внимания. Но, например, двери, которые сзади, которые открываются наверх, они периодически застревают. Вот сейчас она нормально открылась, ну, спасибо и на этом. А довольно часто она открывается наполовину и говорит, вы знаете, что-то мне там мешает. То есть то, что она глючная, это вообще без вопросов. Но при этом мне очень нравится, что все управляется с экрана. Вот здесь я могу подключить девчонкам, вот видите, baby shark, пожалуйста. Мамский контент подъехал. Здесь есть куча всяких дурацких приколов, которые они обожают. Типа включить вот камин в машине и сейчас, по-моему, грелка тоже включается в это же время. Ну, типа ты такой уют создаешь. Но это чисто... Отсюда выйти, здравствуйте. UX, UI. Подскажите мне, пожалуйста, как. О, вышло. Эмили обожает вот этот прикол, это подушка-бердушка. Ну, вот, понимаете, да? Такое серьёзное. Она может устраивать дискотеку. Сейчас Тесла вам продемонстрирует световое шоу. Мы только что, ребята, видели типичную Теслу, но не продемонстрирует вам световое шоу. Она не хочет. Что такое? О! Вот, знаете, в принципе, на этом моменте можно начинать переходить к минусам. Вы увидели, что просто она заглючила, а просто решила, что не будет светового шоу. Ну вот, слава богу, что автопилот не вырубается посредине дороги. Вот она решила, что светового шоу не будет. В какой-то момент она решает, что всё-таки дверь она не будет открывать наверх. В какой-то момент, ну вот вы видели, все свидетели были, когда у меня выключился экран. Это было моё видео два года назад. Вот этих вот глюков в машине довольно много. Что говорят в самой Тесле? Поначалу, когда у меня такое случалось, я им, естественно, писала, звонила. Они всё время говорят, обновите приложение, обновите приложение. Я уверена, что если я сейчас опять обновлю приложение, это всё пофиксится. То есть ты относишься к этой машине не как к автомобилю, а как, знаете, к iPad, у которого, если что-то глючит, то надо перезагрузить программное обеспечение. Что на самом деле тоже имеет свой плюс, потому что ты понимаешь, что твоя машина будет постоянно эволюционировать с точки зрения того, что она умеет делать. Потому что действительно, вот автопилот, когда мы купили, он был не такой классный, но с обновлением он становится всё лучше и лучше. То есть, чтобы твоя машина училась делать новые вещи, тебе не нужно менять машину, тебе достаточно обновить программное обеспечение. Так удивительно, что в Кремниевой долине, вот я смотрю, просто каждая третья машина на дороге Тесла. При этом там все понимают, что качество сборки не очень, но при этом автопилот, который у Теслы, ну ни у какой марки ещё нету такого классного автопилота. Когда ты ходишь на вечеринки, на которых танцуют роботы, когда все вокруг обсуждают AI, то есть это специфика этого места. Мы недавно вернулись из Дубая, там, кстати, Тесла намного-намного меньше, но при этом там свой вайп, там много блогеров. Я там постоянно тусовалась с ребятами, которые создают контент, делала очень крутое интервью. Когда мы были на Мальдивах, у меня было желание вообще ничего не делать, просто лечь и лежать. Каждое место обладает определённой энергетикой. И сейчас будет реклама для тех, кто стремится максимально часто сменять обстановку. Спонсор этого видео — компания You Travel Me. Мы в 2023 году провели больше полугода вне США. В 2024 году я планирую как можно больше путешествовать, потому что я хочу у детей и у себя в том числе постоянно менять картинку. У детей начинается невероятный прогресс, когда они выезжают из дома. У меня начинается новый поток вдохновения, когда я нахожусь в каком-то новом месте. И чем чаще происходят смены обстановки, тем полнее картина мира. Призываю каждого из вас в этом году запланировать хотя бы небольшое путешествие, хотя бы в соседний город. Да, с палаткой в лес летом идти, всё что угодно. Это настолько важно, вот это переключение настолько важно. Я каждый раз, когда ловлю себя на мысли, что я уже устала, тут опять дождик вот у нас пошёл, я ловлю себя на том, что нужно просто взять, уехать куда-нибудь, потом приехать и проникнуться новой любовью к тому месту, где ты живёшь. Подобрать и забронировать себе необычный авторский тур можно на сайте You Travel Me. Авторский туризм — это новый формат необычных путешествий в самые разные уголки мира. На сайте You Travel Me представлено больше 5000 туров в 116 стран мира. То есть вы точно найдёте что-то, что подходит именно вам. Авторские туры предлагают уникальный опыт, который невозможно получить через стандартные путешествия. Каждый тур разработан с особым вниманием к деталям, предлагая эксклюзивный доступ к скрытым жемчужинам и неизведанным местам, о которых мало кто знает. Это позволяет путешественнику не просто увидеть культуру и природу, а погрузиться в неё, почувствовать, каково это жить в Кремниевой долине, каково это жить в Тубае, каково это отдыхать в Таиланде, исследовать Мальдивы. На лето ребята предлагают присмотреться к турам в Таиланд, Шри-Ланку, Марокко и ЮАР. Я, кстати, этим летом первый раз, скорее всего, поеду в Таиланд, потому что, как вы знаете, у нас там живут бабушка и дедушка. И они говорят, что в Таиланде летом намного меньше пробок и гораздо удобнее изучать местные достопримечательности. Все туры на сайте You Travel Me готовы. Вы можете посмотреть и поисследовать вместе с ними любой удалённый уголок планеты, о котором вы только мечтали. Естественно, в You Travel Me работают эксперты, которые помогут ответить на все вопросы перед путешествием. Вам не нужно ни о чём беспокоиться, просто оплачивайте и едите по заготовленному маршруту. И они принимают все карточки мира. Ссылку на You Travel Me оставлю в описании, переходите, бронируйте подходящий вам тур, а промокод могилко5 даст вам скидку 5% на любой тур до конца апреля. Желаю вам отличных путешествий в этом году. А мы погнали дальше исследовать Теслу. Ещё одна фишка Теслы, которая не часто встречается у автомобилей, это наличие так называемого франка. Для изучающих английский язык, вы знаете, есть слово trunk, это багажник, а frunk это как бы frontal trunk, truck in the front, то есть багажник спереди. Здесь дополнительное место для вещей. Сразу оговорюсь, что оно не сильно функциональное, если ты живёшь в нормальном городе с точки зрения безопасности. Если ты живёшь в городе под названием Сан-Франциско, то это самая функциональная вещь в мире, потому что, как вы знаете, в Сан-Франциско забираются машины, постоянно что-то воруют. Но вот я не видела, чтобы во франк забирались, потому что всё-таки не очевидно, есть ли там что-то или нет. И, естественно, не видно и, наверное, невозможно просветить, потому что они же ходят, просвечивают, что у тебя лежит в машине и тогда вламываются. Кажется, вот это безопасно. И ещё такое чувство, что когда Илон Маск продизайнил эту машину, он такой, так, давайте делаем как можно больше потайных мест, чтобы люди в Сан-Франциско могли спокойно оставлять вещи в машине. Здесь вот есть такое потайное место, я извиняюсь за мусор. Качество сборки видно, да? Какое интересное тут провода торчат. Но это не страшно. Здесь у меня лежат вещи, которые я вожу с собой, потому что это вещи на сдачу. И я в следующий раз добавлю в Сан-Франциско, когда у меня будет время, я зайду и сдам их. Вот это чисто для меня довольно прикольные фишки Теслы. Наверное, самая последняя фишка, которую я бы хотела отметить как блогер, помимо вот этого вау-фактора, это то, что здесь крыша стеклянная, поэтому в Тесле всегда отличный свет и довольно хороший звук. Вы чувствуете, он вот такой вот насыщенный. У этой крыши есть, естественно, минус. У нас сейчас март на календаре, да? Но когда наступит лето, я буду ездить в кепке в машине, потому что солнце лупит так, что у меня лицо становится красным. Эта крыша стеклянная не защищает от того, чтобы солнце не обожгло тебя. Вот, поэтому я дополнительно мажусь SPF, дополнительно надеваю кепку. Ну вот такие, знаете, неочевидные проблемы Теслы. Лайт-шоу не работает, через крышу можно реально обгореть. Но зато никто не вломится в твою машину в Сан-Франциско. Кстати, по прошествии двух лет оставлю отзыв свой честный о зарядке. Очень классно, что нам ребята из Fuse поставили зарядку дома у нас в долине, потому что я думала, ну что там, я буду заезжать. У нас появились суперчарджеры, где полная зарядка, ну там буквально 10-15 минут стейшно очень быстро заряжается. Ну ладно, 10-15 минут, чтобы доехать до дома, но вот если полный заряд, наверное, там 30 минут хватит, 30-40 минут. Как человек, который два года поездил на Тесле, я скажу вам, что большую часть времени, естественно, я заряжаю ее дома. Поэтому зарядку дома иметь обязательно. Я знаю, что в новых комплексах уже есть зарядки, у Вени там вообще она чуть ли не бесплатная была зарядка для Теслы, и поэтому он ее купил, потому что это в том числе очень выгодно. Но так-то это не такая прям большая проблема. Это становится большой проблемой, если ты на машине решишь поехать на озеро Даха, или ты решишь на этой машине поехать в Лос-Анджелес. Тогда тебе нужно делать вынужденную вот эту остановку на 30-40 минут для полной зарядки. А если ты, например, просто путешествуешь по Абаэрии, ну вот где я живу, если ты ездишь из города в город, вообще без проблем. Вот мы недавно чуть ли не обсохли. Да, мы сделали крючок, наверное, 7-минутный, чтобы обсохли. Батарейка чуть не села. Да, мы сделали там какой-то крюк. Но при этом, знаете, ничего страшного, это буквально было 7 минут. То есть это не какая-то проблема вселенского масштаба, что Тесла электрическая. Еще один классный плюс у этой машины, что у нее здесь везде камеры. И, например, если мы уезжаем из дома, или я ее где-то оставляю на долгое время, я могу включить так называемый Sentry Mode, который будет включать камеры, если кто-то рядом с машиной проходит. То есть это условно даже как камера охраны дома. Мне сразу приходит приложение уведомления, что-то прошло мимо машины, что-то произошло. Если кто-то попытается там вломиться в машину или что-то сделать, об этом тоже будет уведомление. То есть я бы относилась к этому автомобилю как к тех игрушке. И дело в том, что не так много сейчас аналогов на рынке. Ну вот чисто по автопилоту аналогов нет. Обязательно оставайтесь до конца этого влога, потому что я расскажу вам, что происходит с ценой этих машин, буду ли я покупать снова. А сейчас мы обратимся к главному автоэксперту нашей семьи и спросим его мнение по поводу этого автомобиля. Мое мнение Тесле, что две вещи супер в Тесле. Это то, что она электрическая. Это значит, что тебе не надо тратить время заезжать на заправку. Ты можешь дома ночью как телефон заряжать. И то, что это сильно дешевле, чем бензин. А второе, это то, что есть автопилот. И это реально очень классно. Ты можешь расслабиться и ехать. Все остальное, ну как бы это абсолютный минус. Любая даже Hyundai Kia по качеству будет лучше, чем эта машина конкретно. И при этом она будет в 3-4 раза дешевле. И даже на самом деле внутри самой Теслы. Ребята, не покупайте Model X и вообще дорогие Теслы. Model 3, я считаю, это лучшая Тесла. Потому что за счет того, что они делают ее на большем объеме, они смогли там оптимизировать качество. Ну, найти, как это сделать качественно. За счет того, что эти машины, они их делают мелкой серией, то, соответственно, у них отвратительнейшее качество. А цена типа в 3 раза дороже. Ну, смотрите, например. Ну, то есть мы не надевали никакие там бордюры, поребрики. Просто само по себе. Вот так. На других Теслах точно так же мы это видели в городе. Протектор стирается неравномерно. Здесь все уже лысое, сзади резина нормальная. Опять же, то есть углы, видимо, не очень оптимально стоят. Вот это, посмотрите, нам пофиксили, там все скрипело. Нам положили кусок поролона. И еще хотели за это деньги взять. Помните, когда вышла эта Тесла, было много разговоров по поводу руля? Да, по поводу того, что это больше похоже на гоночный руль. Он нестандартный, круглый. Я какое-то время привыкала к тому, чтобы его водить. Сейчас я окончательно привыкла. И на самом деле довольно удобно класть руки сверху на руль, когда ты едешь на автопилоте. Но есть одно но. И это но называется качество обивки руля. Я, если честно, сначала думала, что все дело во мне, потому что иногда... У меня здесь лежит крем для рук, что я мажусь этим кремом для рук, и это разъедает поверхность руля. И я решила написать в Теслу и спросить, моя это вина или что они думают. И они сказали, что на самом деле эта проблема им известна, что она не только у меня, и что они могут поменять мне руль. Это было в ноябре. Сейчас у нас конец февраля 2024 года, то есть прошло 4 месяца, и они наконец-то вызвали меня в сервис. То есть, чтобы вы понимали, скорость сервиса у Теслы, когда проблема не критичная, она вот такая вот, что 4 месяца я ждала руль. Ещё, естественно, хочу показать им проблему с отвалившимся крылом, посмотрим, как они отреагируют. Сейчас, кстати, протестируем, дадут ли мне замену машины, как надолго у меня заберут машину с учётом всех проблем. Заодно ещё раз, знаете, повторный тест Теслы сервиса в 2024 году. Погнали! Ну что, ребята, апдейт по сервису. Крыло моё фиксить не будут, потому что сама виновата. Машину после сервиса не помоют, потому что зачем её мыть? И лоунера мне не дадут, ну то есть машину, на которой поедут домой, мне не дадут. Говорит, сейчас попробует сделать, чтобы мне дали денег на такси. Но из хорошего готова будет уже завтра. Сказал, что машина три Рикола, то есть три раза её отзывали, но это они все пофиксят, они это делают прямо здесь, я так понимаю, это просто перепрошивка. Вот, ну что я вам хочу сказать? Я хочу в следующий раз взять какую-то вот такую, как у Вени. 329 в месяц, скорее всего, это будет реально 500, там с налогами со всеми, с какими-то вещами, которые я запрошу типа автопилота. Ну, наверное, буду брать такую, потому что детям будет удобнее, ну и потому что это просто намного уже выгоднее получается, они стали намного дешевле. Это вот 379 в месяц пишут Model Y. Ну, Model Y побольше, да, но как будто большую разницу я не вижу. X новенькая. Сразу же сделали нормальный руль, передумали. Он немножко угловатый внизу, это как раз удобно руки класть, когда ты едешь на автопилоте. А так очень похоже на мою, очень похоже. Да, прям моя комплектация. Но нет. И, кстати, сейчас она стоит 101 тысяча, как моя. Я думаю, ребят, для тех, кто смотрит и кто никогда не был в Америке, ну, я не знаю, к чему вы привыкли, я просто помню, когда машины в России покупала, сервис, это было всегда прям хорошие кофемашины, вышкаленные продажники, такой уровень окружения, заботы. Я сейчас покажу вам, как здесь это выглядит. Вот это отличает Теслу вообще, в принципе, от всех других. Смотрите, это вот, ну, это техничный сервис, когда ты ждешь телевизор, чипсики. Ребята, Тесла работает в своих лучших традициях. В общем, я сдала ее в ремонт, все, договорились. Уехала в Оранж Каунти. Мне приходит отчет о завершении ремонта. Ой, тошник пошел, наверное, сейчас покажу. И я смотрю, руля там нету, в этом отчете. Что вы думали? Вы думали, они его поменяли? Нет, конечно. Они оставили тот же самый руль. И я говорю, Дим, ты когда поедешь забирать, спроси, что случилось, почему они так сделали. Почему я жду этого сервиса 4 месяца, везу машину в сервис. Мне ее возвращают с отчетом, что они сделали апдейт, который я могу дома делать. И мы при этом два дня были без машины. Но Дима с ними поговорил. Сейчас мы у него все спросим. Расскажи, как... Шерстяные носки на столе. Расскажи, как ты сделал так, что... Время повернулось. 5, 5, 5, 5, 2 жизни, 1 полень в замызганном пакете. Да. Как ты сделал так, что Тесла сейчас приедет менять руль в итоге, бесплатно? Я сказал, Do you know Russian mafia? Do you want to actually experience that on your skin? И все, они сказали, мы руль меняем, да? Oh, new Cybertruck, new Model X, new Model X. He's on your way. Класс. В общем, Дима с ними поговорил. В итоге сейчас должны приехать и все-таки поменять руль. Единственное, что они сказали, что они на такой вот, как вот у нас сейчас Йокк. Единственное, я вымысил такой руль. Я специально просил, чтобы они повезли круглый, потому что новый круглый руль. Потому что он намного круче, чем Йокк. Йокк неудобный. А новый Илон Маск говорит, у нас Илон захотел сделать клаксон по нажатию на эту центральную штуку. И поэтому у них полностью меняется дизайн этого руля. Ну, в смысле внутренний дизайн. Ну, да, потому что Бибик это неудобно. И они не знают еще, когда, ну, типа, когда это, ну, в продакшн пойдет. По-моему. Ну, вот. И поэтому я говорю, нет, нет, типа, нам Йоккеру не нужно, я хочу круглый. Не сначала скажешь, что это там дополнительные деньги, но после little bit of discussion в игре. В общем, есть надежда, что они сейчас приедут, приедут и все-таки поменяют этот руль. Боже, почему? Ну, почему? Ну, знаете, идеально. Они всегда для видео выдают какие-то перлы. Просто в прошлый раз, когда я снимала видео, у меня Тесла просто полностью сломалась. В этот раз, когда я делаю обзор спустя, получается, полтора года, снова что-то происходит. Просто ах, Тесла. Тесла приехала, но они приехали с очередным приколом. Дима договорился, что у нас там отвалилось крыло, которое он скотчем приклеивала, что они его будут менять бесплатно. Но они приехали со счетом 180 долларов. Но, Дима, что сделал? Russian Mafia. Снова Russian Mafia. Интересно просто, что, ну, это не только в Америке, везде всегда надо экстра-майл делать. Это надо типа за пределы рамок выходить. Потому что, если ты будешь соглашаться со всем, что тебе говорят, далеко не уедешь. То есть, ну, реально, как бы я сказал, что нет. Типа, это не наши. Вот давайте нагуглим тысячи картинок, где у Тесла с правой стороны это отваливается. Нам уже год назад фиксили, опять то же самое произошло. Это 100% воруентикейс. Почему мы должны за это платить? Типа, я уже говорил с дженерал-менеджером, мы уже проходили весь этот лук. Мне сказали, что это бесплатно, позвоните, пожалуйста, в Клоальто. Ну, то есть, обсудите еще раз с дженерал-менеджером, что мы это обсуждали. Меняют. Как это будет? Ну, эта часть уже закончена. Хорошая. О, хорошая. Дай мне, около 15 минут для серебра. Спасибо. Вау. Дай мне, знаете, да? Хороший какой. Лицо счастливого, довольного человека, у которого теперь нормальный руль. Боже, какая красота. Хочется сразу поворачивать, потому что у тебя не слетают руки с руля. Очень хорошо. Спасибо тебе, что ты занегушировал. Пожалуйста. Это очень классно. Потому что нам остался еще год на этой машине, и ура, год будет комфортным. Ну что, все. Димин и навыки переговоров. Идеально. Ноль, 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 ноль. Все хорошо. Ура. Ну что, немножко поговорим о финансах. Мы уже с вами выяснили, что новую машину мы покупать больше не будем. Почему? Потому что много что ломается, еще она много теряет, когда она сходит с конвейера. Но, кстати, вы слышали, да, что Тесла там потеряла много в цене. Есть люди, которые говорят, Марин, наверное, так переживаешь, да, что ты столько денег потеряла. Показываю финансы. Смотрите, что на самом деле произошло. Моя модель Х, вот я сейчас собрала заново, и на самом деле она сейчас по 103 тысячи идет. Мы покупали по 107. Но что происходит? Мы же не купили, мы как бы взяли в долгосрочную аренду, лизинг это называется в Америке. Мы платим 1500 в месяц, а сейчас она 1700, потому что ставка сильно выросла. Но другие Теслы действительно очень потеряли в цене. И я посмотрела, знаете, подумала, что мне подойдет уже и Model Y, Model 3. Мне уже не нужно вот эти открывающиеся двери наверх. Я уже с ними поднамучилась, поснимала их. Они там не всегда до конца открываются. В общем, есть свои нюансы. Я думаю, окей, а что будет, если я вот сейчас у нас на 3 года лиз? Что будет, если я откажусь заранее? Но получается, чтобы отказаться заранее, должна заплатить им 17 тысяч долларов, что, в принципе, мы заплатим за год и так. Вот, поэтому не будем отказываться, уже доездим год. Вот, и дальше вопрос. Купим ли мы другую Теслу? Да, но это будет Model 3 или Model Y. Смотрите, Model 3 сейчас стоит 35 тысяч. И мне вот не нужна уже большая машина, мне нужна какая-то маленькая, потому что Эмили скоро бустер будет. Мы коляску больше с собой не возим. То есть все, уже нормально маленькую машину. И если мы ее смотрим на вторичном рынке, вообще, ну, там 26 тысяч миллил, ладно, много, ну, 33, там, 29. Я думаю, что мы будем что-то такое уже брать и, знаете, не выпендриваться, а в недвижимость инвестировать. Но если вы смотрите это видео и вы блогер, ребят, я вам сейчас просто расскажу кое-что, почему я не жалею об этой покупке. Абсолютно не жалею. Смотрите, что произошло. Видео, которое измело обзор Тесла на английском языке, набрало почти миллион просмотров и принесло мне внимание 9 тысяч долларов. Сейчас еще прикольнее. Вот это видео. Перед вами человек, который начал YouTube-канал, разговаривая про экзамены, про поступления, про английский язык. Какое, думаете, мне самое популярное видео на канале? Сколько стоит помыть Теслу в Калифорнии? Это видео набрало 47 миллионов просмотров. Так как это шорт, это не какие-то сумасшедшие деньги, это 546 долларов, но это самое популярное видео. Все, я знаменита за счет этого видео. Понимаете? Блин. Это очень забавно, как работает алгоритм. На русском мы это видео сделали, тоже 513 долларов. Мы на самом деле это видео перевели и на испанский, и на арабский, оно там тоже какие-то деньги принесло. То есть, не то, что я купила машину съемками, но действительно получилось, как-то знаете, инвестировать немножко в создание контента в том числе, потому что это необычная машина, мы ее получили одним из первых, поэтому очень хорошо зашли именно обзоры. И на этой ноте я вам должна порекомендовать свой курс по коротким роликам, потому что если сейчас у вас какая-то ситуация, о которой вы хотите, чтобы узнало больше людей, может быть, что-то в вашей жизни вы сделали неправильно, какая-то ошибка, но вы хотите предостеречь, то берите, снимайте короткие видео и в неприятной ситуации разворачивайте в то, что это какую-то, ну, не знаю, денежку вам приносит, популярность приносит. Сейчас бы просто любого комментатора спросил меня на канале, он скажет, ну, кто покупает такие машины, ну, ты что, ну, ты совсем глупо, там и так далее, да, окей, хорошо, но, извините, самое популярное видео у человека теперь есть, вот, поэтому переходите по ссылке в описании и снимайте про все, что у вас в жизни происходит. Тем более, все происходит на эмоциях, такая достаточно хайповая тема. Спасибо вам большое, что смотрели до конца, спасибо большое, что смотрите эти ролики. Я надеюсь, что вам было полезно, интересно и что вы примете правильное решение при покупке вашей следующей машины. А мы с вами увидимся на этом канале совсем скоро. Пока-пока!